Всем привет, я Даша. Это традиционная, прочитанная за месяц. Напоминаю, что это был мать 2021 года. И, собственно, переходим сразу к делу. Очень долго, очень долго я подкрадывалась к книге «Благи и знамения» в соавторстве. Нин Гейман и Телли Пратчетт над ней работали. Никак я не могла решиться, но, наконец, это произошло. Но здесь речь идёт о том, что ангелы и демон должны заботиться об Антихристе, который должен прийти, так сказать, к власти, что-то привести к концу света нашу планету. Ну, вышла небольшая путаница, и парочку лет они заботились не о том ребёнке, о котором надо было. В общем, такой шутливый подход к этой истории у авторов. Местами было очень улыбательно читать и, ну, так вот, попаловаться книга, так сказать, скрасить скучный вечерок, когда не хочется ничего серьёзного. Вот будет самое то. Очень вкусно здесь такое послевкусие, прошу прощения за тавтологию, в конце книги вас поджидает, где автор делится своим мыслям по поводу того, как они писали вместе. Вот это всё очень лаконично и очень интересно было ознакомиться. Далее, я закончила вот пару месяцев назад, вы, может быть, помните, я читала «Философский камень» и «Тайную комнату» из Патериана Роулинг, но я поняла, что как-то мне рановато перечитывать, я слишком хорошо всё помню. Ну, вот, наконец, я созрела. А девочка созрела. И дочитала все оставшиеся части. Ой, как бы так. Вот они, здесь Гарри Поттер и Кубок Огня, Орден Феникса, Принципы Лукровка, Дары Смертия, вот это вот всё. Конечно, из них моя самая любимая две. Самая любимая две. Это Принципы Лукровка и Орден Феникса, вот, да. Наоборот, наверное, скорее, всё-таки, Орден Феникса и Принципы Лукровка. Даже, вот, знаете, Принципы Лукровка мне помогают готовить. Немножко от этой темы я очень люблю готовить. Тут недавно пробовала очередной новый рецепт из кулинарной книги и вспомнила слова Принципы Лукровки. В самом начале книги, когда Гарри только достался старый чайный варенье с победкой предыдущего владельца, ни у кого в классе вообще не получилось валить зелье, но Гарри прочитала в этой книге, что нужно не просто в одну сторону постоянно мешать, а нужно помешать семь раз против часовой стрелки и один раз по часовой стрелке. И у меня одна смесь никак не могла загустеть. Я стала мешать, ну, просто из баловства, из хулиганских побуждений. Так как было написано в Гарри Поттере, мигом смесь загустела. Ну, я не знаю, может, просто время подошло, но это ещё не всё. Я стала готовить один пирог, где надо было приготовить, разумеется, тесто. И оно такое, прям, его долго обычно надо, я и в первый раз уже готовила, обычно надо долго прям мешать, чтобы мука мешалась, хотя я поэтапно это делаю. Что вы думаете, я применила тот же трюк, семь раз против часовой стрелки, а один раз по. Теперь вы посвящены в то, как я готовлю, продолжим наш разговор. Я очень много слышала о том, как Росмен, Росмен, наверное, всё-таки помыл, да, многие сцены дописывают вверх того, что написала сама роль, почему не их отобрали, авторские права на издание книгу, и очень много несостыковок. Я никогда раньше не замечала, но в этот раз, когда я стала, ну, так как я несколько лет уже веду читательские новинки, я никогда раньше, ну, я замечала на мелочи какие-то внимание, но мне казалось этого совсем немножко, совсем чуть-чуть, и как-то вот. А тут я-то теперь веду читательские новинки, и вот эти все чуть-чуть и немножко я выписывала. На самом деле, эти самые чуть-чуть и немножко накопились в таком объёме, что я сидела просто с такими глазами, думаю, если бы я была роль, я бы тоже отобрала права. И мне единственное, вот что ставит в недоумение. Все прекрасно понимают, что большинство патероманов, они переносят перевод с пивак. Поэтому, а Рос, Рос и Энн, они балуются с текстом, то есть что-то от себя добавляют, много очень. Не карикатуры, не на нужном уровне, вот, на более слабом таком уровне. И вот, я подумала, а в чём дело? А почему какое-нибудь издательство не возьмётся на передание этих книг с переводом имён, то есть не Думбльдор, а Дамблдор, а не Муглы, а Маглы всё-таки, но при этом в переводе взять, в общем, самое лучшее от обоих этих издательств, то есть от Рос-Мэн адекватный перевод имён, а от Махао-Он более точный перевод без лишних надбавок, с более сильной редактурой самого текста. Ну, какое-нибудь третье издательство. Ну, как бы, почему нет? Было бы так шикарно, и вот эти вот все обложки. Вообще-то, я не всех людей, которые гонятся за красивыми обложками и считают, что если я захочу посмотреть что-то красивое, я пойду в картину Галилею книжным полком, ну, всё-таки, и с шикарными вот обложками. Почему мы так не сделаем? Почему мы имеем только либо Рос-Мэн, либо Махао-Он? Почему не сделаем что-то ещё третье более совершенное? Ну, так же, как бы, и работает наша земляния. В общем, как бы то ни было. Ну, в общем, если вы вдруг вернулись с межгалактического путешествия, в котором пропадали последние 20 лет, и не знаете, что такое Гарри Поттер, то это одна из самых выдающихся серий книг жанра фэнтези, в которых обычный мальчик, живущий обычной человеческой жизнью, вдруг понимает, ну, не то, что понимают, но говорят, что чувак, ты волшебник, причём один из самых знаменитых, потому как он единственный, кто выжил после сметельного заклинания. И ты едешь в школу волшебства, вот, да. И ему предстоит бороться с одним из самых тёмных волшебников в истории волшебства и магии. Вот так-то. Чрезвычайно интересный цикл. Рекомендую, если кто ещё не читал, и, ну, их фильмы, лучше книги читайте. И далее. Я обожаю фильмы «Сква слезам не верит». И вот особенно в минуту грусти я люблю его пересматривать. Вот включи фильм, выключи звук. Я вам просто каждую фразу воспроизведу с точностью от и до. И вот недавно я узнала, что, оказывается, есть книга, которая описывает это всё это, которая написала сценарий собственного фильма. Я очень долго ходила вокруг и около этой книги, потому что, когда я читаю книгу, я больше не могу смотреть фильм на эту же тему. Так было и с «Сумерками», так было даже с «Галли Поттером». Я боялась, что даже «Субав» постигнет и «Москва слезам не верит». Мне бы этого не хотелось. Ну, я не выдержала. Я не выдержала. Я начала читать. Я была в таком восторге в начале. Хотя там слово, характеризующее половые отношения между партнёрами, вы понимаете, о чём я, да? Она такая прям грубая-грубая. Да, я как-то попыталась смириться с этим, хотя я не люблю такого обычно в книгах. Я даже думала, здесь всё так шикарно, столько много фраз, прям попадающих в самую суть. Я даже ловила себя на мысль, что хорошо бы эту книгу давай читать девушкам, которые ещё не стали женщиной, если вы опять же понимаете, о чём я. Потому что, ну, если бы мне не в своё время попалась эта книга в ручки вовремя, своевременно, моя жизнь повезла в своё время по-другому. Но нет, она не попала. И жизнь сложилась так, как она сложилась. Вот, но... И причём, вы знаете, была такая ситуация, которая была в фильме, и она раскрывалась с новых ракурсов абсолютно в книге. И я просто к семье своей по квартире бегала вот с такими глазами. Ой, а вы помните, 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 вон ту сцену в Москве, если сам не видит, оказывается. И дальше в мельчайших подумках всех то, что как бы на самом деле. Вот. Но чем дальше я читала, тем больше понимала, что, во-первых, здесь оскорбляются женщины. Они преподносятся все подряд, как очень такие падшие, разраданные. В общем, женщины с пониженной социальной оптимистикой говорится. Оскорбляется очень эпоха. Оскорбляется сама Москва. Я сама никогда не хотела бы жить в Москве. Я предпочитаю воспринимать этот город как объект туризма. Ну, просто у нас с ней разные ритмы жизни. Вот. Не в голову никогда не пришло так грубо отзываться в Москве и москвичах. Вот. И, в общем, здесь оставляется вот это вот дело женщины, эпоха москвичи. Меня это здорово покоробило. Также мне покоробило, что очень много рассуждений о том. Кстати, фильм был снят в 79-м году. Вот. А книга написана в 94-м. То есть уже на оскароносный фильм сценарист написал книгу. Вот. То есть попытался снять дополнительные плоды с этого дерева. Очень много рассуждений о том, по какому пути пойдет страна СССР. и перебарщивает с этим. Автор вот прям перебарщивает. Даже в финал, в финальную сцену умудрился это запихнуть, чем окончательно все испортил. Не говорится в книге, ну, может, я просто невнимательно читала. Не говорится в книге, какое десятилетие подразумевается, происходит событие. Я сидела по соб... Ну, как это было? Вот по государственным событиям вычисляла. Помните собачку Чапа? Здесь рассказывается о породах других собак, которые в том же доме живут, но не рассказывается, как выглядит сама Чапа. Здесь... Помните Гошу? Уникального, притягившего Гошу? Он выглядит особенно в фильме. Именно за счет того, что все остальные персонажи просто обычные люди. Только Гоша вот такой вот умный, наблюдательный, интеллектуальный, вежливый, не без некоторых стереотипов, но прям выдающийся мужик. Вот. Не читали более речи, буквально. Здесь же Гоши все. Вот просто все. Все абсолютно персонажи, об кого не споткнись, даже второстепенно, они все Гоши. Я рада, что кроме Антониной Линии, Антониной здесь несколько объединено внимание. И мне кажется, только по этой причине она не является очередной Гошей в юбке. За счет... За счет того, что по книге бегает целая толпа Гош, сам Гоша не выглядел здесь ни уникальным, ни особенным, ни потрясающим, ни волшебным. Просто какой-то мужик газели в речке. А в фильме же он выезжает именно за счет того, что отличается от остальных. Вот ему и сообразительностью. Катя здесь вообще стерва. Она и фильмит, такая очень женщина, решительная, конечно, и здесь она просто идет по головам. Ведет себя неприлично и допускает мысль о романе с женатыми мужчинами. что в моих глазах ее не особо красит. Поэтому книга такая пошловатое. Она... у нее... здесь все персонажи одинаковые. Здесь везде пропихан путь, по которому пошел ЦССР. Поэтому вначале я восторгалась книгой, а в конце была разочарована. И она пополнила мою скудную коллекцию книг, которые хуже фильмов. Книга «Французские уроки. Будет шествия сложен вилкой штопором». Автор Питер Мейл. Я не поняла эту книгу, я с ней не подружилась. Я не поняла цель ее написания. Это скорее не книга, а просто какие-то личные заметки, что-то вроде личного дневника. То есть человека, англичанина, который ездит по Франции и посещает такие какие-то гурманные места. Мероприятия связаны с едой. Ямка сыров, трофильная месса, ямка улиток, кулиная выставка. Ну, вот это все такое. И делится просто своими впечатлениями. Никаких рецептов здесь. Ну, парочка скольков рекомендаций о том, как готовить омлет, и все в этом. Ничего такого полезного. То есть она не представила для меня какой-то полезный источник информации. Она как-то меня не заинтересовала. как бы, я бы не могла сказать, что она какая-то познавательная в чем-то. и я не поняла, с какой целью она была написана. Кроме того, что выписаны в бумагу какие-то свои впечатления. Очень меня удивило мнение автора о национальной, можно сказать, блюде своей кухни. Я это блюдо очень люблю. Называется «Жаба в норке». Я писала на рекоменде отзыв на эту книгу и оставила там рецепт, по которому я эту жабу в норке готовлю. Я вам оставлю ссылку под видео. Очень нежное такое блюдо. Одно из моих любых любимых мясных именно. И он о нем пишет так. Может, я как-то неправильно его готовлю просто. Я так цитирую. «Жаба в норье». Вот так привели. У нас «Жаба в норье». Свинцовой тяжести блюдо. Большой шар колбасного фарша со всех сторон мазывается жидким тестом и до полной несъедобности запекается в духовке. Ну, я не знаю, очень вкусное блюдо, как мне кажется. Да, и почему-то русские здесь описываются как очень грустные люди. которые как выпьют начинают плакать. Я не знаю. Я была за рубежом. Я видела людей других стран. Пьяные русские самые веселые. Вот прям самые веселые. Ну, иногда буйные, конечно. То есть, я не поняла. Эту книгу слух неплохой, но он меня как бы не слух книга. Книга меня не заинтересовала. Я ее вообще не поняла. Благо, что необъемные и мне недолго пришлось мучиться. Читала еще Инквизиция, гений и злодея Наталью Будор. Вообще, Наталью Будор я вроде как уважаю. Я читала до этого две книги. Одна про колдунов изнах Холей России, другая про викингов с 19 по 11 как образ жизни. Обе произвели у меня в принципе положительные впечатления. Здесь мне сложилось впечатление, что она не особо увлечена тематикой, просто прочитала пару источников на эту тему, в голове все у себя соединила, потом выплеснула на бумагу. То есть вот так как-то. Ну по названию все понятно. Рассказываю здесь об Инквизиции, о том, как это зарождалось, тема когда и где это закончилось, почему, причины, рассказала про самых таких выдающихся лиц, которые подвергались Инквизиции, например, Жанна Дарк. Вот. Ну нормально. То есть если вы не особо прошали на эту тему человек, почему бы ее нет, просто пополнить свой багаж знаний. Если вы увлекаетесь этой темой, вряд ли что-то на себя новое обнаружите, прям сильно вряд ли. Ну так неплохо нет, не поставила. Так, и вот мне еще подписчики прислали спасибо большое два тома книги Queen Counts, я так и не смогла запомнить название, больно оно ну не вообще проблем с памятью в общем, она у них как у лавочки. Автор Чарльза Пальцер написан на грамп мастер исторического детектива. Я очень люблю английскую литературу, здесь мы имеем дело именно с английской, особенно в итальянской эпохе, самое мое то, прямо вот люблю-люблю, то есть я не только кулинарию английскую люблю книги вот и это вы знаете что-то вроде Диккенса. Вам нравится Диккенс? Если вам нравится Диккенс, вам понравится и Чарльза Пальцер. Вот я читала и прямо постоянно вспоминала Диккенса добрым словом. Здесь семья небольшая мальчик и его молодая мать они живут пусть и в сдержанных но в действительно хороших условиях пока на их голову не падает целый град неприятности. И вот они мыкаются ныкаются пытаются как-то выкарабкаться из этой грязи за ними охотятся по определенной причине желают зла желают убрать пути с дороги вот и собственно все эти два тома сейчас я посмотрю сколько страниц я обычно не обращаю внимание на это дело так посмотрим в первом томе 736 и ну чисто визуально второй том такой же как и я скорее всего столько же да тоже 736 вот эти все два тома это жизнеописание того как люди пытаются выкрутиться из вот этой сложной ситуации я бы не назвала детективом ну ладно пусть будет детектив здесь очень много карт здесь очень много рабословных древ до которых я докопалась потому что я вообще увлечена рабословной генеалогией вот но не к тому я даже читательский дневник пыталась как-то все это дело выписывать чертить и рисовать тем более я ненавижу вот эту часть читательского дневника и мне хотелось его поскорее заполнить что-то будем прийти наконец к следующей так что вот видите все чертило но я так и не поняла почему все это здесь потому что по мере чтения мне так и не пригодились ни разу ни карты ни вот и вот дрела вот список действующих лиц мне бы еще пригодился а вот родословные карты как-то вот извините мимо меня прошли конечно но если вы поклонник Дикетса то конечно читайте прям вам понравится на сегодня все всем пока и до скорых книг